всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад который предложила примерно в таком формате ирена разум передаю вам ирена привет и мэри если я правильно помню имя девушки расклад называется как вы уже видели какой вкус у вашего мира и этим раскладом я хочу завершить так сказать трилогию да то есть в какой-то момент мы смотрели с вами чем от вас веет наверное вот здесь вот я выложу подсказки кто не смотрел про запахи потом был расклад про мелодию вашей души да то есть то как какие звуки до ассоциируется с вами здесь тоже выложу подсказку где-нибудь сверху если вы не смотрели этот расклад и сегодня значит если мы посмотреть чем вы пахнете да как вас видят другие как вы видите себя такой тоже был расклад и значит запахи звуки визуально и у нас остается киноэстетика и вкус и вот сегодня вот такой формат мы с вами будем разбирать какой вкус у вашего мира пока я с вами разговариваю подготавливаю колоды это колода театр кукол здесь у меня лежит монализа и таро привидений по моему тогда гост так она называется я не знаю какую колоду я возьму но просто пока приготовила вот так благовония у меня падает краски на кристаллы зажгла сегодня лаванду описываю вам чтобы вы представили атмосферу кто смотрит меня утром всем доброе утро надеюсь вы уже заварили кофе к чаю кто что пьет и мы с вами будем пробуждаться таким достаточно легким раскладом для утра для утра для утра для утра и так три позиции голубой красный зеленый камешек 1 2 3 позиция значит что мы будем сегодня рассматривать какие вкус до вкус вашего мира что туда будет входить это вкус денег это вкус людей которые вам дороги я не стала отделять отдельно партнеров семью и так далее ну то есть я предполагаю все в одну категорию то что это люди которые вам дороги которых вы любите а вкус ваших врагов вкус ваших друзей и вкус того дела которым вы занимаетесь и бизнесом вот так мы сегодня мы сами рассматривать и так отодвигаем камешки колоды суда мышку подальше вот чтобы камешки было видно и вам понятно какая позиция хотя есть тайм-коды все описание моих услуг есть под этим видео по ссылке описание и стоимость услуг что-то в таком роде вот и так позиция номер один голубенький камешек и давайте мы с вами посмотрим значит какой вкус у вашего мира наверно да вот еще одну карту такую потом мы пойдем по по пунктам и так сделал значит общий вкус вашего мира подвешенность какой вкус а знаете сейчас нечто такое прозрачное нету какой-то окрашенный гаммы вкусовой я бы сказала знаете вот когда глотаете воздух вот вот что то такое то есть безвкусная без эмоциональная а не то что это серая а я бы сказала что это вот достаточно такое прозрачное вот что-то прозрачное мне идет какой вкус может быть у прозрачности не знаю но здесь вот мне идет вкус воздуха так усилия аркан усилия да какой вкус усилия знаете сказали усилия и вот кому-то может быть сегодня вкусы будут поэтому если кого-то будет раздражать да вот просто выключайте здесь мне на вкус усилия идет знаете вот вкус пота если кому-то доводилось вкушать какой-то момент да то вот здесь что-то такое немножко с кислинкой немножко с лимончиком слайма может быть да здесь знаете здесь мне идет вот прозрачность о которой я говорила я бы сказала эту прозрачность еще нужно назвала немножко свежестью вот свежесть какая-то такая прозрачность как газировка да то есть вот на вкус и есть немножко лимона ну либо лайма и и есть вот эти вот как у газированной воды такие вот как они называются не пупырочка как-то они называются ну то есть немножко щекочет язык вот ваш вкус вашего мира вот он вот такой какой вкус у ваших денег вкус ваших денег вот сказала вкус ваших денег выпадает четверка педакли в колоде монализа посмотрите на человек тащит этот мешок и за ним гонится как раз таки бык какой вкус ваших денег как как если вот вы пробовали на как говорится на зуб монету вот вкус ваших денег он вот такой как железо нечто такое холодное твердое знаете вот горечь я не могу сказать что есть да но как бы это описать то этот вкус если вам когда-то удавалось слезнуть грецкий орех а вот вот что то такое да то есть вкус ваших денег он какой-то такой знаете немножко тяжеловатый поэтому мне идет железо металл металлический вот металлический вкус ваших денег еще какой десятка кубков знаете мне сейчас вкус какой пошел из детства ваты да сладкая вата это называется да ну то что сахар на растаянный как он так называется сладкая вата у нас по крайней мере так называлась вокруг палочки обмотаны на то и знаете с одной стороны он вроде бы металлический а с другой стороны сладкий знаете вот такой вот манкий а вкусный притягивающего от вас денежки скорее всего притягивают но причем знаете вас притягивает почему-то либо кого-то притягивает мелочь то ну вот небольшой суммы вы притягиваете потому что у меня не вкус купюр а у меня именно вкус металла либо если бы это был золотой слиток что тоже есть металл то тогда вот такой знаете здесь у меня такое ощущение что вкус ваших денег это немножко крайности то есть либо густо либо пусто но однозначно вам это приносит какую-то радость то есть независимо от суммы деньги вам приносят радости вот напоминание вот этой вот сладкой ваты до детскости такой вот манкости притягательности так хорошо давайте теперь посмотрим люди которые вам дороги вкус дорогих вам людей а знаете здесь так интересно мне идет вкус свободы вот как какой вкус может быть у свободы я не знаю вы напишите пожалуйста в комментариях потому что у вас могут быть свои какие-то вкусовые ассоциации вот у меня значит свобода какой вкус у свободы чтобы это было похоже мне почему-то идет фиолетовый цвет я ну либо лиловый странно потому что мы говорим о вкусах но мне идет знаете вот почему-то вкус лепестков роз хотя розы не лиловые не фиолетовые но вот здесь вот у меня такое вот знаете если когда-то удавалось тоже попробовать вот лепестки роз интересные люди которые вам дороги немножко земли я не знаю почему здесь идет вкус земли знаете вкус земли и еще вкус если вы в детстве пробовали мурашей я понимаю что я говорю что я сегодня буду говорить такие вещи поэтому если кого-то будет раздражать сразу не смотрите но я иначе не могу передавать вам вкусовые качества у них такой немножко соленоватый вкус и почему именно а вот эти вот ассоциации свободы земли и мурашей то наверное потому что земля и мураши это как-то вот связано с с работой да то есть как то я не знаю как труженики что ли либо вы трудитесь над отношениями либо вы выстраиваете как-то отношения но при этом хотите быть свободными в них то есть дорогие вам люди они вот имеют вот такой вкус я не знаю почему напишите мне в комментариях почему у меня такие ассоциации пошли ну ясно дело сегодня расклад он будет такой вот ассоциативный немножко необычный вкус ваших врагов боже как я придумал эти расклады вот для чего они мне нужны вы такие вот скажите для разнообразия для того чтобы прокачать все свои органы восприятия так вкус ваших врагов ваши враги на вкус но ясное дело что если это враги у меня идет что-то такое колкой да мне почему-то показывают сразу иголку которая если мы говорим про вкус которая прокалывает язык а еще почему-то идет ассоциация с пирсингом я не знаю куда кто прокалывает может быть бровь ухо язык ну разные на моменты где используем пирсинг вот что-то такое то что проколота какая-то часть вкус так шестерка педакли вот что-то такое металлическое колющаяся режущая идет холодная вкус такой достаточно холодный может быть лед да когда прям вот льдинки кусочки льдинка когда я не знаю может быть в детстве у вас были такие опыты да либо вообще ассоциации когда-либо рукой либо языком да под к чему-то такому металлическому до ледяному прикасаешься да вот он прилипает либо язык либо рука вот что-то такое знаете что замерзает поэтому я и сказала холодная колкая резкая до лед он тоже может быть колющийся режущимся поэтому причем если мы говорим о льде здесь знаете у меня а ваши враги идут как те люди которые когда-то вам были близки либо когда-то вам вас связывали какие-то эмоции то есть это не сторонние люди которые желают вам чего-то такого плохого а это те люди с которыми у вас замерзшие отношения чувства по тем или иным причинам то есть вот здесь может быть ссора может быть что-то такое негативное да именно поэтому вот ассоциация со льдом да с холодными эмоциями еще какая какой вкус ваших врагов вот я сказала да ассоциация того что когда-то вы были близки и вот у меня выпадает у двойка кубков посмотрите в колоде привидений да вот когда этого человека уже нету рядом неважно кто этот ну то есть мужчина это или женщина да это человек с которым когда-то вы были близки а теперь он стал для вас врагом знаете мы говорим о вкусах а у меня почему-то идет какой-то вот ожог знаете как вот от крапивы как не то что оставляет это не оставляет след а знаете есть еще какие-то такие черви ну как вот сороконожка знаете вот когда она идет по коже она оставляет такое вот обжигающий какой-то след колющий и неприятный вот как как ожог если это можно назвать вкусом туда вот такой вкус у ваших врагов какой вкус у ваших друзей вкус ваших друзей шампанское мне идет шампанское такое игривая легкая немножко пьянящие с малой дозой алкоголя почему потому что приносит какой-то вот ваши друзья приносит вносят вашу жизнь некую такую вот радость там это вот бесшабашность что ли веселье смех но здесь не пьянки а здесь вот легкая что-то такое легкое поэтому я и сказала шампанское до вкус шампанского еще какой вкус у ваших друзей вкус песка как песочные часы я не знаю с чем это связано то есть я не буду додумывать до вас вы уж сами потом напишите да почему какая ассоциация друзья и песочные часы то есть время и может быть ваши друзья ну на долгие года да то есть там десятилетия может быть вместе росли а может быть что-то утекает какой вкус у ваших друзей еще знаете вкус бараней как называется кожей либо золотого руна да то есть золотое руно древней греции на в мифологии известная всем вот именно знаете вот как у маленького барашка вот такие вот кругляшочки да и вот если бы ну мы говорим еще и про киноэстетику не только про вкус вот как то так здесь баран может быть у барана есть такая характерная черта когда он находится в стае он трусливый легко управляемые а когда он находится сам по себе ну один он становится достаточно смелым и храбрым и вот здесь у меня такие ассоциации идут с вашими друзьями скорее всего либо они могут вас поддержать но это давние мне кажется друзья либо они могут быть одержимы чем чем-то и вот достаточно упертые в каких-то моментах что их вот переубедить никак нельзя вот уперся как баран да вот на что-то вот что-то здесь такое и вот на вкус да вот если можно было бы попробовать вот рога как раз таки завернутые назад да еще такие вот закрученные вот если бы это можно было на вкус либо потрогать да мы опять-таки говорим про киноэстетику либо вкус вот ваши друзья имеют вот такие вот ощущения хорошо давайте теперь посмотрим дело которым вы занимаетесь или бизнес мне прям очень интересно делом который вы занимаетесь или бизнеса вот или какой-то хобби да который вот для вас важно здесь какой вкус вот я сказала хобби да и мне идет 1 и за такой момент когда нитку про проталкиваешь в ушка иголки вот ты ее эту нитку а краешек в рот да для того чтобы потом ну могла в ушка пройти вот какой вкус у этой нитки так это вот вкус вашего дела аркан солнца выпал а вкус вашего дела знаете удавалось ли вам когда-то прикасаться к мармору мармор мармор по-русски же да мрамор нет мармор по гречески мрамор вот мрамор он такой гладкий и одновременно такой знаете холодный и вот как будто бы хочется вот так вот прикоснуться вообще все что гладкое такое вот прям приятное приятное на ощущение такое вот ровное гладкое это вот если кин эстетика ну и конечно же мрамор он такой холодный то есть знаете вот здесь это можно ассоциировать с тем что это приятно да но в то же время вы как будто бы вот эмоционально не втягиваетесь в это да потому что есть все таки какая-то холодность хорошо еще какой вкус аркан мира аркан мира и у меня сразу знаете ассоциация пошла если мы говорим ну во первых по запаху но здесь скорее всего по вкусу но здесь скорее всего запахом не идет почему-то немножко пыли пыль которая есть на на картах не на картах таро а карта карта мира да ну вот карта глобуса как она называется карта на котором изображена наша земля допустим вот вы куда-то хотите поехать путешествовать нет и вы смотрите где это . мир и до находится куда вам нужно поехать поэтому здесь про кин эстетику я бы сказала вот бумага она тоже до гладкая она не шершавая но вот почему-то на ней вот присутствует пыль вот ощущаю какие-то пылинки у меня такое ощущение что кто-то из вас работает с друзьями в деле потому что у друзей был песок а здесь пыль еще чем вкус бизнеса либо дело которым вы занимаетесь но вы смотрите выпал аркан башни да но башни если были брать как материал камень он тоже чем-то напоминает мрамор а здесь даже не про вкус здесь опять-таки кин эстетика у меня идет уголь не знаю может быть кто-то работает со стихией землей и огня потому что у меня идет уголь на что-то такое горелое вот как разрушение до уголек хорошо жду ваших комментариев напишите то есть у меня пришли ассоциации у меня не оставало то есть я не ставила себе задачу чтобы интерпретировать эти ассоциации давать вам готовые ответы если хотите можете вы написать да мне была задача просто передать вам ассоциации так это была первая позиция позиция номер два красненький камешек хочу сразу сказать двоечка что у нас будет вкус я так поняла после первой позиции вкусы и кин эстетика то есть на на ощупь что будет приходить и я буду говорить только ассоциации я их не буду пояснять да вы если хотите можете в комментариях пояснить почему у меня возникли такие ассоциации ну то есть интерпретировать какой в двух картах какой вкус вашего мира двоечки вкус вашего мира это вкус акварельных красок если вы рисовали в детстве я не знаю как вот причем знаете акварельные краски не когда ты сам процесс рисуешь а вот именно когда ты берешь кисточку макаешь воду и вот 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 это вот консистенция если бы можно было бы и иной на попробовать на язычок вот так такая да то есть разные краски выпала девятка эмоции радость да в этом аркане радость за вкус вашего мира радость еще следование а здесь у меня идет вкус дорог вкус дорог может быть глины а может быть знаете колесо которое идет крутится вот что-то как возничий что-то как почему-то старая какая-то вот дорога именно земляная то есть вот какое-то вот такое вот движение да движение и радость вот ваш мир это вот движение и радость а еще у кого-то есть вот такие знаете светло-болотного цвета ну вот даже не коричневые как мои либо бежевые а вот какой-то такого зеленоватый оттенок немножко вот не такой какой у меня на мешочке как тут немножко к болотному цвету идет здесь гореть и гордины до гордины занавески такие если я не ошибаюсь вот какой-то такой плотный материал может быть даже и лен может быть но не искусственный вот что-то такое у меня тоже идет вот такой вкус либо кинестетика вашего мира что-то такое плотное настоящее вот прям как лен хорошо идем дальше вкус ваших денег ну-ка давайте посмотрим двоечки какие ассоциации у меня выйдут на вкус ваших денег а вы потом напишите в комментариях почему так вкус ваших денег королева мечей мне здесь идет какой-то вы знаете бизнесовая часть в контексте пиджак мужской пиджак мужской пиджак темный знаете вот темно-синий темно-темно-серый что-то такое но не черный вот мужской пиджак вот если его можно было погладить он он не гладкий он такой вот немножко ребристый по полисты до поры у него есть что-то вот такое это если мы говорим про кинестетику а если все-таки вкус ваших денег что-то такое хрустящее на вкус это на чипсы похоже вот прям как чипсы знаете наверное потому что это купюры и вот у меня купюры почему-то как-то вот ассоциируюсь если по вкус чипс чипс чипсы с вкусом классические вот немножко с солью не с какими-то другими приправами а именно солью еще вкус ваших денег кто-то из вас работает с кристаллами поэтому если бы вы могли попробовать на язычок кристалл вот вот это вот вот это вот такое хорошо вкус людей которые вам дороги давайте вот я на это колодец тоже так шумы которые идут извиняюсь это вот с улицы люди которые вам дороги знаете вот мне опять таки идет нитка с катушкой и вот люди выражение даст катушек сошли но вот здесь вот почему то знаете катушки старые деревянные вот вкус дерева аккуратно я прям вот так вот боюсь я немножко до люди которые вам дороги но имейте ввиду мне почему-то так на вкус аккуратно я пробую чтобы лишний раз заноза никакая это не вошла с дерева не знаю почему ну то есть здесь нужно быть немножко аккуратно с вашими людьми которые вам дороги на вкус как ленточка знаете вот какая-то красная но не бант как раньше завязывали а такая плотная красная ленточка она как как бантиком так завязана маленькая вот что-то такое вот как как шелк вот такое это знаете вот интересно почему такая ассоциация на скользкая да вот люди как будто бы скользкие такие интересно мы говорим о дорогих вам люди людях а вот такие вот ассоциации идут еще дорогие вам люди на вкус это конечно же не сказать но это вот младенец вот он такой на эти ребенок такой мягкий если у вас есть свои дети и выражали то есть но есть вот этот опыт то вот в момент именно рождения до того когда ребенка заберут вот знаете от него исходит вот как как бы таскать дымка какая-то да ну вот когда хлеб пекут и вытаскивают из печи от него вот исходит вот этот вот пар теплота вот какая-то теплота вот такая и здесь про младенца говоря нет когда вот он рождается вот он блин по-гречески это называется ахнези то есть знаете вот как дымка какая-то вот исходит такая теплая теплая ну то есть вы ощущаете температура не прикасаясь к телу вот здесь вот что-то такое что-то теплое хорошо давайте теперь посмотрим ваших врагов какой вкус у ваших врагов вкус тумана сразу в песне да так вспоминается сиреневый туман и не знаю почему но вкус такого знаете тумана и немножко болото такое вот ночное никогда вот болото попахивает от того что она цветет оно цветет а вот знаете как показывает фильмах болото лес и вот луна освещает поверхность болото и где-то почему-то кваканье лягушек у меня пошло но вот здесь ваши враги как-то так ассоциируется с туманом что-то такое знаете призрачное неуловимое непонятно и как будто бы знаете вот светлячки какие-то вот мне свет вот так вот знаете вот как маячит горят потухают горят потухают вот ваши враги как-то вот так вот ассоциируется и ассоциируется еще с каким-то щитом холодным круглым серебристым а щит негладкий почему-то мне на щите идут какие-то вот узнаете наконечники такие вот острые а еще как будто бы это знаете вот по ощущениям это шпоры да на на сапогах ну наездники на лошади который вот этими шпорами ударяет лошадь и вот причиняя и какой-то вот такой дискомфорт для того чтобы она двигалась вот здесь вот как-то шпоры идут мне вот такие вот ассоциации с вашими врагами ассоциации с вашими друзьями давайте посмотрим ассоциации с вашими друзьями спички маленькие спички которые горят зажигаются причем знаете вот если удалось когда-нибудь головки спичек попробовать на язык немножко водка знаете как 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 сера такая знаете вот немножко пощипывает вкус ваших друзей яблоки яблоки не зеленые а именно красные такие знаете вот сочные спелые и вкус клубники вот вкус почему-то клубники причем знаете не просто клубники как он называется молочный коктейль с вкусом клубники я не знаю почему кому там из вас нравится клубника но вот такая вот ассоциация хорошо и давайте теперь посмотрим дело которым вы занимаетесь или бизнес или какой-то хобби здесь какой вкус знаете я не знаю как это описать на вкус ну во первых у кого-то это тутовник у меня идет вкус тутовника если вы пробовали а у кого-то знаете на деревьях бывает я не знаю что это за деревья есть сережки вот они какие-то вот такие вот длинные да их почему-то называют сережки я не знаю то ли это когда цветет дерево то ли прежде чем а у меня вот на орешни в огороде прежде чем появятся листья есть вот сережки вот здесь вот как-то вкус этих сережек а еще знаете может быть здесь кто-то из вас религиозный такой человек да ну либо слишком не слишком просто очень сильно верующий вот если бы обряд крещения имел какой-то запах то вот это было бы про это почему потому что здесь даже если это вода я просто представляю какой вкус может быть у воды давайте скажем так чистая родниковая вода горная такая вот ледяная я не знаю вкус но по ощущениям что-то такое вот ледяное чистое прозрачное вот как источник не вот такое вкусовое ощущение ваших друзей и для кого-то яйцо вареное яйцо я не знаю почему но вот вареное яйцо вы уже сами интерпретируете ассоциации которые я сказала может быть здесь разные люди да ну то есть допустим если мы берем яйцо как можно это проинтерпретировать можно сказать как начало да можно сказать как возраст молодой да то есть птенец из яйца который вылупать здесь вот по-разному да может быть вот что-то такое тухлое потому что у вас сора например произошла да не знаю как вариант дело которым вы занимаетесь или бизнес а я сказала про друзей да наверное я ошиблась да здесь мы начали говорить про бизнес ладно хорошо еще раз посмотрим про бизнес запах субботников бывших союзных субботников когда а я не знаю какого возраста вы но я в свое детство успела те моменты когда у нас в школах проводились субботники ну во первых мы не учились поэтому это было здорово когда проводились субботники но вот это вы знаете атмосфера самого субботника когда особенно это весна и надо было деревья побелить подмести вот это вот рабочая атмосфера которая работа в удовольствии да не просто у кого-то действительно побелка а звезды и там побелкой боже мой и звездкой не могла вспомнить русское слово и звездкой вот кто-то может быть вы занимаетесь этим либо какая-то вот ассоциация идет с этим такая атмосфера очень приятная дело которым вы занимаетесь значит смотрите у кого-то здесь вкус 4 все фрукты его оба снизила черешня у кого-то вкус белых цветов маленькие беленькие цветочки у кого-то вкус груш а у кого-то вкус лета вот знаете жаркое лето и вот вечер когда температура ну падает и вот как-то знаете вот такая теплая про прохлада такая оживляющая жива ада оживляющая вот по ощущениям здесь что-то такое так двоечки вот такая вот для вас была позиция жду ваши обратные связи и ваших интерпретаций да конечно сегодня я себя прокачиваю да по органу восприятия хорошо идем последней позиции номер три зелененькому камешку троечки сегодня я говорю если вы не смотрели предыдущие позиции исключительно ассоциации ваша задача их принтер интерпретировать ассоциации вкусовые и киноэстетические сегодня у нас две карты на то какой вкус у вашего мира представляете вы вытащила карту которая называется будущее скрыто хорошо запах дыма вот мне идет запах дыма от сигарет вот сигаретные какой-то вот такой дым вкус вашего мира хрустальный как стекло гладкий вот именно хрусталь как хрустальная ваза но не которая вы знаете с пупырышками иногда бывает она вот такая вот гладкая круглая ваза может быть у вас дома круглая ваза до а круглая вкус вашего мира вкус вашего мира солнце я не знаю как какой вкус может быть у солнца либо какое оно по ощущениям но это не не ожог сто процентов это что-то такое желтое знаете это может быть что-то цитрусовое ну то есть это может быть и апельсин если на вкус а может быть и грейпфрут тоже такой знаете немножко с горчинкой хорошо вкус ваших денег до бумага газета до то ли журналист здесь человек то ли что-то на печатающей машинке до печатные машинки сейчас уже никто не пользуется да все набирают в компьютере но вот что-то такое запаха бумаги но может быть и типография но мне идет больше знаете вот как свиток до старые какое-то вот время до свитки египета вот что-то здесь такое вкус денег вкус денег мне идет вкус какого-то знать вот лабиринт вот если бы вы в лабиринт вошли вот что-то связаны с лабиринтом правда это не вкус но в любом случае вот здесь вот как-то вот по ощущениям может быть у вас ассоциация с деньгами такая что либо запутанная сейчас ситуация либо зайдешь в этот лабиринт и неизвестно потом где выход из этого лабиринта вот опять идет мне солнце да может быть золотая но что-то золотом до связано однозначно может быть у кого-то золотая брошка я не знаю носят люди брошки сейчас но вот там не идет золотая брошка причем у кого-то знаете может быть она еще виде шапочки сделано но этот тот и точечно для кого-то а еще золотая роза вот я не знаю почему золотая роз то ли это нарисовано то ли это изделие какое-то но вот здесь золотом все ассоциации у меня идут причем украшения такие знаете золотые на которых очень много камешек это вот все блестит поэтому если бы мы говорили про киноэстетику здесь вот по как-то так сильным ощущениям вот как знаете браслет который он растягивается у него нету замочка он вот как-то вот растягивается то ли там резинка внутри то ли что-то и одевается и он сделан из-за четырехугольников вот таких да несколько 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 соединенные и вот здесь где крепление ну то есть внутри есть камешки и вот где крепится эти камешки камешки четырехугольные на вот здесь вот немножко колется крепление хорошо давайте посмотрим люди которые вам дороги вкус либо ощущение киноэстетическое людей которые вам дороги знаете здесь птицы мне идут либо павлин в общем что то что имеет длинные перья оперения какие-то красивые то есть здесь по ощущениям это могли бы быть перья причем перья либо белые либо но это не такое вот перо как вот моё да вот такое вот цель на нет здесь вот она какой-то ну отдельные отдельные все вот как у павлина что ли что-то вот в таком как уже птицы то есть люди которые вам дороги да здесь у нас ассоциируются с перьями хорошо еще а еще ассоциируется с горами и вот вода но это не водопад нет это вот просто какой-то вот маленькая речка что ли будут горы заснеженные горы такие вот и аж головы знаете сдавливает из-за высоты это дорогие вам люди ассоциируется так еще а еще здесь у меня почему-то идет ассоциация со склепом неприятная вещь да я знаю но но может быть кто-то здесь утратил поэтому вот ощущение знаете мумии склепа запах бальзама на здесь скорее всего утрата было хорошо давайте теперь посмотрим ваших врагов вкус либо киноэстетика ваших врагов и сегодня будет очень интересно почитать комментарии кстати я записываю сегодня сегодня у нас 25 мая день тарологов поэтому поздравляю коллегка с нашим профессиональным днем так интересно краски на врагах вспомнилась враги ассоциация с дождем запах дождя града для кого-то может быть да то здесь может быть присутствует ощущение какой-то вот неожиданности а с другой стороны вот очищение может быть вы избавились от своих врагов это вот очищение то здесь дождь с чем у вас ассоциируется дождь вот знаете здесь враги как яд что ли то есть чаша вроде бы наполненная жидкостью жидкость это вино и вот и не знаешь что ли это вот горечь будет от этого вина то ли это сладкое вино то есть вот здесь как будто бы такое вот ощущение на вкус это вот какого-то яда а по кинестетике это было бы ощущение прикосновения к лошади коричневой лошади и не знаю окрас имеет ли отношение к кинестетике но вот здесь вот коричневая лошадь не идет именно ее тело но вот кожа не не волосы а не шевелюра а именно само тело и вот костная часть подошвы туда куда прибивают подкову здесь вот это вот лошади когда трогаешь вот это вот кость костная и часть хорошо давайте посмотрим ваших друзей на вкус либо кинестетика ваших друзей у меня такое ощущение что вот ваши друзья они как-то с драгоценностями связаны до либо с деньгами то ли они богаты и то ли они влиятельные то ли ваши друзья как-то занимается какой-то вот алхимией здесь идут какие-то запахи вот у меня ассоциировали с сигаретным дымом до самом начале ваш мир а здесь какие-то может быть благовония да вот испарение вот к запахами какими-то идут а как у кальяна может быть да то есть я почему-то вижу вот этот вот дым так еще ваши друзья ваши друзья травник здесь какие-то травы травы алоэ может быть не знаю почему алоэ сейчас скажу еще какие травы здесь идут у меня на вкус знаете как морской еж как называется по-русски вот это вот можете морской ешь и называется который ты кушаешь вот он снаружи он какой-то колючий иголчатый а ты его открываешь и вот внутренности это кушают вот такой вкус если вы ели из морепродуктов я не знаю как это называется по-русски но что-то как морской еж любые мой морепродукты вкус там камбала рыбы рыбы вот какие-то рыбы причем плоские какие-то рыбы на вкус ваши друзья еще как-то с огнем связаны печь какая-то знать вот где обжигают где обжигают закаляет вот что-то такое печь вот как у кузнецов обжигали сталь железо вот что-то такое а еще как будто вы знаете вот показывает кузнеца который как разки молотком бьет по шпага либо что-то такое колючиеся режущие да чтобы выровнять или как-то там обработать вот что-то такое делать меч шпагу вот такое хорошо и давайте мы теперь посмотрим дело которым вы занимаетесь бизнес либо это какое-то хобби у него какой вкус огурцы не знаю почему но это вот первое что мне пришло огурцы если может быть у кого-то грядки есть фасоль стручковый горох вот что такое я не знаю как дачный период что ли открылся что-то такое хорошо еще какой вкус огурцы это вообще прикал кому-то знаете здесь вот я не знаю почему-то у меня ассоциации школы пошла вы знаете вот как учительство может быть ваша профессия такая и поэтому как указ когда вот это вот учителей раньше была деревянная но здесь не школа а еще мне показывают костер которые вот разжигают когда ездят на ретриты вот куда-то да то есть ночью люди собираются вокруг костра а если мы говорим про о киноэстетику кто-то кто ходит по углям знаете вот здесь мне показывают какой-то ретрит и сначала разожгли огонь а потом вот рассыпали и вот как будто бы людей учили ходить по по углям горящим еще какой вкус либо ощущение вот какая-то дыра дыра где-то какое-то отверстие круглое отверстие мне показывают круглое отверстие что с этим круглым отверстием в полу деревянном полу круглое отверстие то ли это люк какой-то знаете вот как на дорогах бывает канализационный люк вот что то такое открываешь крышку а погреб я поняла погреб тоже деревянные куда-то вот вниз спускается либо вы работаете с бессознательным чисто ассоциативно да либо это вот я не знаю может быть кто-то там огурцы на зиму закатал и в погреб положил как этот на на сохранение поэтому вот по ощущениям что-то такое холодное да ну земля холодная вот что то такое еще а еще по ощущениям знаете велюр называется ну вот или бархат бархат да есть такое слово да вот что то такое вот как у меня ой боже мой мешочек вот такой вот вот такое у меня не знаю насколько можно понять да вот оно такое вот мягкое бархатное вот что то что то тут такое по ощущениям это дело которое то есть я вам описала да видимо здесь у всех разные дела кто занимается кто-то с деньгами потому что мне идет вот это знаете львной мешочек наполненный либо кожаный наполненный монетками хорошо я последнюю карту вытащу есть такие лампы стеклянные а в них огонь горит масли масляные лампы называются по моему вот что то здесь вот ассоциация с этим вот как то все с дымом да вот третья позиция не знаю почему здесь дым идет дым вот какой то знаете вот и я бы сказала что вы прям вот некий такой алхимик может быть в лаборатории работаете не знаю там где вот все переливают из одной скляночки в другую это все вот там бурлит кипит и вот что-то такое варится и пар дым вот что то такое у меня по ассоциация хорошо вот такая вот была третья позиция знаете я на самом деле очень довольна что вот на канале есть вот такие вот не знаю необычные веселые на мой взгляд это веселые развлекательные расклады когда не слишком грузимся да и вот с другой стороны начинаем прорабатывать все ваши органы восприятия вот и ваша задача теперь все эти ассоциации которые я описала да как то вот проинтерпретировать ну на свой манер да с зависимости от того кто и чем занимается и мне будет интересно почитать ваши комментарии я еще раз хочу поздравить коллег из но уже смотрите завтра до в среду расклад с прошедшим уже значит для вас праздником тарологов неожиданно ну не знаю как такая вот профессия появилась да вот то есть раньше говорили там шарлатаны обманщики все такое теперь вот профессия как психолог так и вот таролог приятно приятно ну что мои дорогие будем прощаться я благодарю вас за внимание за ваши лайки дизлайки за ваши комментарии за ваше общение за ваше доброе утро всевозможные поздравления которые пожелания которые вы мне пишите в комментариях мне приятно узнаете я все это читаю на некоторые я отвечаю желаю вам отличного дня прекрасного настроения много улыбок открытых светлых дорог и сердец а я с вами прощаюсь до нового расклада всем пока пока пока